Сайт Runbox – счастливая находка! Откройте для себя бездну подарков и выгодных приобретений! Что приготовила Darknet-коробка лично вам? Загляните и узнаете! Подарки в каждом боксе – просто огонь! Например, iPhone X, XS, Xbox, MacBook! Не желаете покупать кота в мешке? И не надо! На сайте есть бесплатная коробка! Авторизуйтесь посредством ВК, пополните баланс на символическую сумму и классный приз ваш! Уйма реальных отзывов! А перейдя по ссылке в описании, получите 50 рублей плюс 20 процентов бонуса на депозит! Чё, сучки, ёпта! Здорово всем! Рассказывайте, как жизнь идёт, молодая! Чем дышите, чем живёте! Чё нового? Скоро выйдет мой новый релиз – Слайм. Это самая охуенная музыка на планете Земля. Шучу, нет, на самом деле. На самом деле, нет, но хорошая музыка, охуенная такая. Баунс, 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 бич! Всем моим братьям, салам, салам всем моим братьям. Дела отлично, как у вас, ребята. Как ваши, ничего. Хочу есть, но, блядь, по вашим многочисленным просьбам так уж и быть прислушался и не буду пугать вас своим жующим ебальником. I'm ugly as hell. Да ладно, чё, все мы уроды. Некрасивые, как Земфира. Ставь лойс, если тоже кусаешь губу, блядь, от нервов. Ебать его в рот. Gang in this bitch, gang in this bitch. Took your chain in this bitch, chain in this bitch. Солнце светит нам. Всех вас покараем нахуй. Вопрос времени, когда вы на все попадетесь, блядь, кто пиздит на нас. Жизнь сведет лицом, фейсом к лицу с вами. Обычно чуваки, которые пиздят на нас, они пиздят в интернете только. не видел ни одного чувака который на улице ко мне подошел и что-то сказал был один раз какой-то долбов который подошел и пытался мне качнуть за то что я роняю запад это байт трека какого-то там но этого лил харди или как-то там чувак то этот был которого а флекс лайк алкоген не помню уже его никнейм это на самом деле ржака потому что я могу за многое читаться чего я в своей жизни спиздил избайтил но это был точно не тот случай блять это было реально просто ну это было нихуя ничем не похоже на самом деле кроме бита на типа бит я купил в лизинг так что отъебитесь на хуй с этим делом а он не знаю вообще покупал этот бит или нет это во первых но блять это было ржачно ну как бы мы всем долбоебом 40 снили быстро довольно таким еще дерзкие то малые подъебались чё-то на цветном бульваре нас было трое их было человек 10 ну цвет но это блять а сидит на место нахуй столько пиздоты дохуя блять всякой хуй и ты ходит но нормальные типы как бы есть но и пиздота всякой ходит там выебывается доебывается до людей сам когда таким был имея право так говорить поэтому вот ну и как бы чё-то они хотели блять но они были бухие такие типа на около футболе дохуя пиздюки ну школу ёпта вообще чисто школьники не в том плане что школа у кб блять нормальная в том плане что ну типа просто карланы вот ну и ничем чуть с ним попружили они со мной один там что-то сфоткался со мной нормально все пошли своей дорогой как бы то есть ничего не закон ничем это не закончилось и больше ничего не было то есть ни разу никто не подошел не сказал ничего никак меня не назвал блять жизни и все такое там не доебался до меня были может чуваки какие-то которые подходили там я уже не помню говорили что-нибудь из разряда там знаешь там нет твоя музыка там Не нравится ну и как бы в этом МЕНЯ ничего такого не вижу уважительный тон и это нормально Не нравится моя музыка Ну Ну, типа, я говорю, не слушай. Мне твоя тоже не нравится, ее у тебя вообще нет. Ну, и это окей, как бы. Это нормально, как бы. А так, не было никакого человека вообще, чтобы он ко мне подошел, что-то мне предъявил и сказал. Поэтому, если я вдруг иду по улице, и вы меня видите, и что-то имеете против меня, не очкуйте, подойдите, и мы с вами пообщаемся, и, думаю, быстро наше общение закончится, либо перерастет в что-то более яркое, чем общение. Вот. Что за пиздота тут хуярит? Ладно, ты кашу в тюрьме, да. Free69, бич. Сейчас какой-нибудь там перископ хуесосный канал зальет это видео из разряда Face насчет 69, там тайм-коды, вот это вот все. Я люблю ходить кругами, потому что... О, братан, здорово, Шуля, ёпта, гэнгшит у факиров в натуре. Салют Шульке. Шулька, она у нас хорошая, она у нас одна. Самый лучший, блядь, дизайнер на постсоветском пространстве. Ты приедешь в Кедровку бухнуть? Конечно, бля, бро, конечно. Пиши адрес нахуй, выезжаю. Мне вот больше дела нет, в Кедровке бухнем. На вопрос, который я уже отвечал, я отвечать не буду. Зачем ты постригся, как тебе, кто ты там и все такое. Можем обсудить зарубежную музыкальную сцену, потому что на нашей музыкальной сцене за этой неделю уж точно ничего особо не поменялось. Да и не особо мне интересно, на самом деле, вообще обсуждать чью-то музыку, кроме своей. Могу сказать, что типа релиз у меня получился такой, который понравится. Понравится, думаю, всем. И мне, и вам. Не скажу, что это хорошо, то, что он понравится людям. Ну, в принципе, норм. Песня там, хиточки, бенгеры, кайф. Просто мясо. Слайм бич. Вот так, that's how it goes. Что у вас с лидером? Да у нас с лидером ничего. Ничего, как бы. У меня ни с кем ничего нет, блядь. Ни дружбы, ни бифа. Ебал я все это в рост, все это хуйня. Баттлов никаких у меня тоже не будет. Октагонов каких-то у меня тоже не будет. Мы пацаны с улиц, нахуй нам это все надо? Октагоны, там, блядь, баттлы. Вот на это тратить время. Все решим на улице. Жизнь сведет со всеми. Драться никто не будет. Клипы будут. Клипы будут. Клипы будут. Потому что я сам соскучился по клипам. Когда я делал пути неисповедимы, мне не хотелось снимать клип. Я сперва хотел экранизировать салам, заточку и этот, мы вне закона. А потом я что-то передумал все это делать, потому что я как-то придерживался такой позиции на тот момент, что, блядь, все так делают, не хочу быть как все. Нахуй надо. Это на самом деле изгибательская позиция. Вот. И типа все так двигаются и пытаются там, блядь, залить вам в уши санины таким образом, блядь, быть на слуху, там, вот это все такое. А я не хочу так делать. Я хочу делать музыку и видео только если я реально этого хочу. Если я этого не хочу, то типа я не буду это делать. Вот. И тогда я не хотел снимать на самом деле клипы. В моей голове была мысль такая, что типа я сделаю клипы ради того, чтобы пиздец зашел релиз, да. Но в конечном итоге я понял, что смысл этого релиза вообще не в том, чтобы он хайпанул, там, зашел и вот это вот все. И поэтому мне как-то клипы не хотелось типа делать и если даже хотелось, то расхотелось и я решил, нахуй надо. Дропни клип на Forever Young, блядь, и Red Rose песню еще сразу одним, блядь, этим зипом, нахуй выпущу. Да, я кослял, пацан. Это красиво. Гейнг шит. Гейнг шит, хуень шит, блядь, хуйня все это. О, блядь. Тут и... Кайф. Скоро едем в Питер с пацанами, так что все пидоры, прячьтесь. Иначе нахуй у вас сосать заставят. Какой твой альбом худший, по твоему мнению? Конечно же, блядь, самый первый, наверное. Давайте послушаем, что мы вообще имеем из альбомов. Так... Ну, это пиздец, блядь, ну, это был клево. Ну, типа, кто-то начал слушать мои песни за KFC на районе. Это пиздец, ну, типа, кифейпа послушал, решил тоже зафристайлить. Фри, бабиш, мертвый, бич. Ну, это пиздец, блядь, типа. Да, даже я и сейчас-то петь не особо умею, а тогда вообще пиздец. Любимый трек, Глебас, ты спал. Охуенный трек, на самом деле. Во, пизда, ты трек, мертвый. Сейчас дойдем до альбома. Прикольная тема. Вот это пиздец, хуйня. Помню, лежал после операции, блядь, и вот эту хуйню выпустил. Такое говно, блядь, пиздец. Мой первый релиз, давайте послушаем. Ты видишь лишь то, что ты хочешь видеть, бой, блядь. Говно, пиздец. Гоша Рубчинский, я как Гоша Рубчинский. Не буду нахуй петь эту песню после последних новостей про Гошу Рубчинского. Пиздатая песня, но можно было бы переписать лучше, если бы я ее сейчас писал. Хуйня какая-то. Вообще говно. Не, на самом деле я все свои песни люблю, типа все этапы творчества и все такое, но, блядь, это как-то хуй его знает. Ну, типа, конечно, если я сейчас-то слушаю, мне это будет казаться говном, и, возможно, через 2-3 года то, что я выпущу сейчас и выпускаю, мне будет казаться говном. Ну, типа нормально слушать, как-то. Бля, охуенный трек, на самом деле. Очень прикольная задумка. Именно с этого начался минималистик и трэп, хоть у каких-то артистов выходить, которые не выше 10 тысяч паблики. На тот момент у меня, по-моему, косарь был вообще. Смешная песня. Говно, пиздец. Школьная хуйня. Вилон, второй релиз, да? Ну, и так уже, он повыше уровнем, конечно, наверное, чем проклятая печать. Повыше уровнем, наверное, нахуй узнает. Бля, заебался, пиздец. Многие люди говорят, типа, ебать, что-то он такой вообще скучный, вялый. Я что-то заебался, потому что я ебашу над слаймом, и мне надо доебашивать и поеду отдыхать. Ну вот, и с этого трека началась хоть какая-то динамика того, что я буду делать качественную музыку какую-то. Он хотя бы сведен, блядь, человеком, нахуй, который занимается сведением, а не мной самим, блядь, который просто хуй его знает, делал все тебя пляпно, отъебись. Говно. Вот с этого я начал свой автотюновый путь, блядь. Скажет, долбая, по автотюне поет. Ну, тогда тоже, на самом деле, было, но здесь не так много было. Потом от этого, отталкиваясь, я уже ревенш писал, блядь. Килл. Вот моих им пиздатый релиз, вот мне он нравится. Ну и типа, Эйприл Эйт реально охуенная песня, только вот, опять-таки, если я ее писал сейчас, к примеру, для Пути Несповедимой, это было бы охуенно. А тогда, ну типа, я там слушаю, сейчас мне смешно, как я там рычу. Вот пиздатый релиз. Слова не помню, вообще, пол. С дата. Убрать покемон го и заебись. Неплохая эпишка для того времени. Дуже прикольный трек. Ну, это вообще охуенный трек. Гимн просто, нахуй, навечно. Это тоже такой миленький, миленькая песня. Бит прикольный. Ой, а это у нас с лизером. Это, сука, счастлива, что просто нас потрогает. У меня нет сердца, я без чувств, словно робот. Бит охуенный. Такой прикольный. Та, помню, плотно общались с закатом. Слава богу, эти времена прошли. Не к тому, что, типа, они какие-то школьники уебаны, хотя там и такие есть, типа. А к тому, что просто это было какое-то странное общение, все друг другом ругались и все такое. Вот первый мой нормальный релиз. Вот это был первый релиз, которым я был... Блядь, ебаный в рот. Это был первый релиз, которым я был более-менее доволен, на самом деле. И, блядь, тебя так хуенно здесь батил Трейл Скотта, никто не оценил, блядь. Потом был релиз, с которого я поехал в свой первый тур и понял, что у меня какая-то лояльная фан-база появляется, и, типа, которая любит меня за то, что я это я. Бежно. Это вот этот релиз. Жизнь, эта душа, она звучит сейчас уже для меня, спустя полтора года чуть-чуть по-школьному, потому что у меня год за два, как говорит мой брат, или за три даже, быстро очень расту. Но, блядь, вот этот пизда-трек. Ну, это просто Андрей Губин. Заебался с бабой нахуй спорить, которая поет вот эту вот хуйню. Она, короче, блядь, хочет 50% с этого трека, но и правильно, потому что битмейкер уебок и продавал как бы без ее ведомый, блядь, бит. И мы сейчас с ней до сих пор все ведем переговоры, из-за этого трека нигде на площадках нет, но я надеюсь, в скором времени это и справится, блядь. Заебался моего ужина. Хуйня. Мясо. Ну, ничего так. Хорошая песня. Хуйня. Хуйня. Ну, ничего так. Неплохо. Неплохо. Смешно. Странно. Хорошо. Душевно. На самом деле идеальный подростковый альбом. Только сейчас ты понимаю. Охуенный трек. Мне он пиздец, как нравится. Переворот. Пизды просто. Тоже охуяется. Я не достоин даже тени твоей. Я не достоин даже смерти моей. Куда мы тебя? Не люблю петь свои песни. На моем хулеща индустрия. Слушай, а я я реняет запад. Фак ю бич. Заебатьский трек тоже. Душевно. Душевно. Дождь хуярит. Там вот это. Я помню в том туре я выходил прям, когда на сцену там люди стояли. И вот они, блядь. Я начинал с этого, с этого концерта. Это было пиздато. Душевно прям. Душа шаришь. Хорошая песня. Ну это вообще пиздец мяса. Вот это вообще такая. Мне не нравится сейчас. Неплохая такая средненькая. Вот это мясо. Под автомат, будто на парад. Выстрелы согреют головы твои фасады. Эй. Ничего так. Лучше, чем номер три, но тоже не особо. Но это душевно. Это такая прям. Первая полноценная песня, которую я посвятил своей любимой даме. Но я сейчас все-таки получше пою, конечно. Это же охуенный трек для депрессивных. Но это типа, как я не знаю. Это по выше уровням, чем хейт лав по вообще всей хуне. Но примерно это, ну типа, суть такая, что это просто укороченная версия хейт лав. Такая тоже хуйня для подростков, для молодежи. И сзади меня по виду и мои... Ну уже хули. Это армянин, а? Жак. Ну это такая вторая песня, хорошая. Улетели, ебаный в рот, блядь. На Пхукет, нахуй. Не думал я, что там, блядь, Россия, нахуй, сплошная опять будет. Ну типа, это заебись, Россия классная сторона, люблю ее, но, блядь, его дозировано очень. Так. Мясо, ебаный в рот, ну типа, это мясо. Лучший мой альбом в плане сведения и в плане лирическом. И написан так и должен быть написан. Мне похуй, кто что говорит из разряда. С музыкальной точки зрения это не очень подано. Никто это не слушает, никто это не будет слушать. Ну типа, это не слушают секухи, блядь, и школьницы. Да и мне похуй, типа. Пусть это слушают мужики 50-летние, там, у себя в тачках или еще кто. Но я знаю свои цифры стриминга, пацаны. И поэтому давайте не будем говорить о том, что мой альбом никто не слушает. Типа, я знаю, что мой альбом заебись слушают. Я вижу это в цифрах на своем балансе. Я вижу это в отзывах среди народа. Если то, что я делал до этого альбома, это было просто, как бы, блядь, песнями на определенную аудиторию, которые попадали. Хотя я никогда не пытался залететь в определенную аудиторию, кроме случая, когда я писал песню Гоши Рубчинской, может быть, да. Вот. Я как бы нихуя не скрываю о своей жизни. Ну, и, блядь, этим альбомом я заявил просто о себе на всю страну. Я открылся тем людям, которым я был неинтересен и стал им интересен. И на самом деле мне похуй, кому я интересен и кому я неинтересен. Я интересен сам себе, я делаю это для себя в первую очередь, а потом уже для кого-то другого. Поэтому, как бы, ну, в любом случае говорить о том, что, типа, этот альбом какой-то не такой с точки зрения музыкальности. Этот альбом, ну, типа, не про, блядь, песни Бэйби или, я не знаю, про стадионные концерты. Это альбом про то, чтобы снять камень с души и сказать людям, молодым, о которых, так скажем, поется в этих треках, что они не одни. Вот, чтобы они чувствовали то, что они не одни. Но если это пришлось по душе 50-летним мужикам, и они увидели в этом свою молодость, то отлично, что... Я, как бы, люблю всех своих слушателей, всех, кто меня поддерживает до той поры, пока они меня тоже любят. И все, больше нечего сказать, слушаем дальше. Заебись. И эти люди в поля жили, в головах у них нет, а на стене море возникли, держи. Мой братик встал, а-а-а, они убьют тебя, любя, чтоб понять, как жизнь и все, им хватило букваря. Джокер в рукобе, так что нахуй короля, пуля в голове делит мозг по дробям. Я стреляю прямо в пыль, я буду спешить в себя, я лицо и голос, только лень. Мой братик встал, а-а-а, выслушну для моих пацанов, по-моему, вокруг хоран, всем своим пацанам салам. Нахуй полицию, РУВД. Катерная та одна большая зона, где бы мне не отказаться, чувствуя себя как дома, отвернись. В плане реальности, составляющей именно того, как это все на самом деле подано, в какой форме и максимальной какой-то понятности и простоты. Если вы знаете альбом на социальную тему в жанре хип-хоп лучше, чем этот, то окей, покажите мне, скажите. Но лично я не слышал. Я видел более, слышал более изъебанные альбомы. Но в плане того, чтобы это еще было связано с простотой речи и с понятностью для каждого человека. Ну, типа, я не слышал лично. Чтобы этот человек слышал, и он понимал, о чем поется, блядь. И при этом это было пиздато не колхозно. Как делают это рэперы, блядь, русские, нахуй, в падиках. Я тоже русский рэпер, ну, типа, я ничего не скрываю, не отрицаю, но, блядь, нет вкуса у людей, нет стиля, нет понимания, как сделать правильную форму того, о чем они говорят. Вот. И в этом и, как бы, ну, проблема. Ну, у кого-то просто есть талант, у кого-то нет, у кого-то лучше гены, у кого-то хуже, у кого-то определенные гены застроены, подстроены, блядь, под музыку, у кого-то под рисование, у кого-то под автослесаря. И то, и то, и то, и то, это все, типа, на самом деле, неплохо. И главное, как бы, блядь, чтобы ты был счастлив от того, чем ты занимаешься, чувак. Или чувиха. Ну, на самом деле, я пизжу, конечно же, я красивый мужик. Это, блядь, всем понятно. Продолжение следует...